Спонсор видео Squarespace. Создайте клёвый сайт с 14-дневной бесплатной пробной версией с скидкой в 10% на первый заказ. Промокод и ссылка внизу. Сегодня у меня кое-что действительно интересное. Лейка. Могли бы догадаться. По красной точке. Это М11. Звучит как автомагистраль, но гораздо интересней. Почему? Ну, потому что у неё много новых функций. Оу, не похоже на лейку. Много для лейки. Что ж нового? HLG. L-Lock. L, потому что лейка. Она идёт в чёрном и серебристом цветах, но это стандарт. Чёрная на 20% легче. Что? Цена, правда, не легче на 20%. Вот у этой полегче, потому что в серебристой используется латунь, а в этой алюминий. Что немного странно, потому что обычно они ставили алюминиевый корпус на более дешёвые тушки, вроде M-Type 262. Который побюджетнее. Латунь считалась более изысканной, потому что когда краска стирается, получается красивое такое латунирование, как они это называют. А тут просто алюминий. Он лёгкий. Лёгкий металл. Ну, ну, приятное. В смысле, приятно, лёгенько. Но что всё равно... Странно. Что стоит она столько же, сколько и версии из латуни. Дай-ка сниму и на тебя посмотрю. Итак, сегодня я снимаю на суммикрон 50 миллиметров. Не просто такой там стандартный суммикрон. APO. Что значит APO? Значит, очень дорогой. И очень резкий. Снова это место. Тут уже был несколько раз. Думаю, что иногда достаточно просто сосредоточиться на чём-то, что, как тебе кажется, хорошо выглядит, и по-разному с этим повзаимодействовать. Ты уже примерно знаешь, что можно сделать. Я, например, пока хочу побыть в том же месте. Подожду какого-нибудь хрен-экшена. Но это не значит, что я собираюсь тут целую кучу фоток наснимать. Тут теперь 60 мегапикселей. Не планирую забивать карту тысячами 60-мегапиксельных фоток. Тут и там какие-то следы. Не знаю, чем больше протираю, тем больше ворсинок, походу, на ней остаётся. Это, кстати, не чёрный хром. Не чёрная краска. Хотя, вроде, они и говорят, что это чёрная краска. Но она анодированная. У неё есть что-то вроде текстуры. По ощущениям, не такая скользкая, как чёрный хром. Сказали, что она не царапается, но, похоже, тут есть след, который я не понимаю, откуда взялся. Потому что в лейковском магазине я положил её в сумку, а она у меня не набита ножами. И затем достал я её буквально только что. Это, наверное, прототип, вот почему. Ну да. Прототип. Она отличается от розничной версии. Может, будет лучше смотреться, когда вы, распаковав свою камеру за 7 тысяч фунтов, ещё немного её поцарапаете. Больше, чем разок. И будет органично. Много царапин лучше, чем одна царапина. На нижней части, конечно, проще оставить царапину. Вот там уже есть одна. Не знаю откуда, но хотя бы ожидаемо. И тут кое-что новое. У неё нет нижней пластины. И это новость. USB-C! Да, USB-C. Вау! Выглядит раздетой. Снизу... Упс. О, нет. Смотри. Она как пилочка для ногтей. Почему-то всё в моей мёртвой коже. Моя ДНК перетекает на камеру. Сбрасываю кожу, как змея. Короче, это значит, что замена батареи теперь происходит намного быстрее. И нажимаешь. Похоже на Hasselblad. Да? Или KSL. Мне нравится, потому что когда нажимаешь, батарейка не вываливается. Да. А останавливается. Но если нужно поменять SD-карту, то карта там внутри. Так что можно быстро сменить батарею, но нельзя быстро сменить SD-карту. Но всё равно быстрее, чем раньше. Так надо было снимать всю пластину. На случай, если не в курсе. Делаешь так. Вращаешь. И роняешь эту фигню в канализацию. О нет, я уронил её в канализацию. О, блин, ладно, поменяю тогда карточку. В общем, это важное новшество. Делаю версию от Кая Вонга со своей кожей. Кажется, только недавно они выпустили 10R. Где R? Разрешение, по крайней мере, я так думаю. А тут 60 мегапикселей. Больше, чем у некоторых среднеформатных камер. Напряжённый момент. Птица, это твой момент. Давай, 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 да. Прыгай, прыгай, прыгай. И снова саспенс. Вот так. Просто сними видео. А, вот тут мы передаём слово Локу, чтобы он рассказал про видео. Я не в курсе. 0К, 0П, 0Лок, 0, 0, 0, 0 бит. Или можно снять серию 60-мегапиксельных кадров и собрать их вместе. Так, вы готовы? Вы сидите? 4,5 кадра в секунду. Я знаю. Посидите. А то голова закружится. Да, тут 4,5 кадра в секунду, а буфер, наверное, на 14-15 кадров. Она ещё снимает в D&G. Да? D&G? Ммм, прям D&G. Так что придётся подождать, пока Lightroom обновится. Меню другое. Должен сказать, мне всегда нравилось Лейковское меню. Оно такое простое. Смотри, если я вызвать меню во время съёмки, нажимаешь один раз, получаешь вот это, что самое главное, по сути. Нажимаешь ещё раз, и она переходит к полному меню. Просто одно длинное меню. Это программируемая кнопка? Серьёзно? Я думал... Она была когда-то. На 240-й это была кнопка съёмки видео, и они убирали её. Типа, мээ, но мне надо. И учас такие, ммм, вроде всё же надо. Но тут всё ещё есть эта штука, это круто. Немного красного цвета делает её похожей на Panasonic. Да, мне нравится. Правда, иногда, когда мне надо изменить ISO, оно типа... Но мне кажется, что так всё равно быстрее, чем заходить в меню или пользоваться кнопками. Разблокировать или типа того? Ну, ISO можно крутить и вот так. Кстати, об ISO. Базовая теперь 64. Как вы, конечно же, видите, выглядит всё намного изящнее, чем раньше. Видишь? Не? Смотри, экранчик. Например, до этого он выступал вот за эту линию. Тут экран больше не выступает за эту линию. Но он всё ещё выступает из задней плоткости камеры. Ну, может, в М12. Дальше кнопки. Они теперь с обрамлением вокруг. Так что да, всё понятно. Выбрасывайте М10. Продавайте прямо сейчас. Избавьтесь от неё. Киньте в огонь. И прямо сейчас купите эту, немедленно. Попросите своего дворецкого кинуть старую в огонь. Или отдать тебе. Отдать. Да, шлите мне. Почтовый ящик внизу. И я утилизирую её для вас. С радостью. Что можно сделать, так как у неё много мегапикселей? Так это кропать прямо в камере. Так, вот рамка. Появилась рамка. Кроп 1.3. Теперь 1.8. Поехали. Выходит 1.8. Интересно, что можно скинуть с 60 мегапикселей на 36. Или 18 вроде. По сути, получишь ещё один стоп динамического диапазона, если перейти от 60 на 36. Правда, не уверен, зачем бы я... Просто потому что могу. Потому что могу. Меня попросили не делать никаких технических рецензий. Но это всё равно. Да, технический обзор. Так что мы не можем... Не можем много показать. Тебе нужно повесить предупреждение, что это... Это... О, да. Что это бета. Да, это бета-беты. Что ещё? Новое улучшенное приложение Photo 3.0, а также специальный яблочный кабель в комплекте для передачи файлов в полном разрешении на телефон, если вдруг надо. 64 гигабайта встроенной памяти. Да и, в принципе, всё. По моему мнению, стоит брать серебристую, если нравится тот самый тяжёлый латунный образ лейки. Чёрная, она для путешествий, потому что лёгкая. Хотя, лично я не совсем уверен в новом покрытии. Но, возможно, это просто моя сухая кожа обиделась. Поклонники лейки M не любят перемен. Но главное, что изменения здесь в лучшую сторону. Чему-то не суждено слишком уж бурно развиваться. Но мне кажется, что здесь развитие идёт в правильном направлении. Мы хотим скорострельность, разрешение, хорошую картинку. Особенно, когда у тебя APO стёкла. Очень резкие стёкла. Хочется пользоваться всей этой резкостью на полную. В полном разрешении. Если хотите настроить свой домен, создать интернет-магазин или веб-сайт, то проще всего начать со Squarespace. У них простой в использовании интерфейс, множество шаблонов и круглосуточная служба поддержки. Можете попробовать 14-дневную бесплатную пробную версию и получить скидку в 10% на первый заказ по этой ссылке и промокоду. О, да. Я чем-то нарушил. Да, конечно, давайте сфоткаемся. Я фотографирую, как вы фотографируетесь, парни. О, гей. Я тоже делаю селфи. Смотри по-мексикански. Дети, не употребляйте наркотики. Тиктокеры. Все видео в тиктоке, что я видел, похожи на... О, чувак! И много быстрых нарезок, и быстрые болтовни. И телефон всегда вот так дергается. Привет, это видео не спонсируется ROAD-ом, но замечу, что это видео озвучено ROAD-ом. Потому что у нас новый микрофон ROAD-модель, что-то там без разницы. Мобильный, to-go микрофон, которому не нужна батарейка. Надеюсь, звучит хорошо. Выглядит хорошо. Приятный, короткий, компактный. Поэтому он не выпирает далеко вперед. Что супер, когда снимаешь на сверхширик. Микрофона не видно. В кадре. Но хороший ли звук, это самое главное. В любом случае, нас не спонсирует ROAD. Я нашел свои крылья. Я освобожден. Кто следующим возьмет ее на обзор, подумает, почему моя камера такая белая? Это хром-отделка. Да. Мини-кай. Мини-я. Если кто-то еще ее возьмет. На доску для мела похоже. О нет, что? Что происходит? Это тоже я? Ты, ты. Если возникает вопрос, сколько она стоит, скорее всего, вы не можете ее позволить. Но все равно пройдите по партнерским ссылкам. Да, пожалуйста, купите хоть одну. Ну то есть, я не знаю. Как видите, у меня две лейки. Это просто какая-то старая утилизированная лейка, я ее утилизирую. Вообще, это для баланса. Нельзя же, чтобы только с одной стороны она висела. Надо держать баланс. А то буду перекошенным в одну сторону вот так кругами ходить. С двумя равновесия. А еще улучшает камуфляж. Типа как лейка-фотограф, более скрытным становишься. Берите две. И одну, одну блестящую. Да, меня смущает этот алюминий. И серебристая из латуни. В смысле, я бы выбрал серебристую, потому что все берут черные. Все такие, знаете, что... Куплю-ка я лейку, хочу быть незаметным. Хочу черную версию. Скотчем ее замотаю. Зачем? Зачем? Это все не для меня. Она должна не выделяться. Должна быть черной. Снимай на телефон. Будет незаметно. Столько кондитерских открылось. И именно американских кондитерских. Слушайте, у нас тут и так с зубами проблемы. Еще одна? Еще, ну. Поручневый фейл. Это просто, чтобы скейтеров тормозить. Они такие... Прям в задницу. Я не знаю, как оно было раньше. Было так же, но без окантовки. Ладно. Когда не фотографируешь... В ожидании решающего момента делай так. Гуляй по улицам, глядя в камеру. Люди, походу, думают, чел селфи пилит. Он просто снимает селфи. Нет, я рассматриваю свою камеру за 7 тысяч. Не стоит громко афишировать, нас грабанут. Зарядил сам себе по лицу. Перевел Макс Мирончик. Озвучил Стас Маев. Проголосовала за фотографии на конкурс Анастасия Эвер. Нет свободного времени у Андрея Музычкина. Слайлама 2021. Счастливо. Лейки такие дорогие, потому что решающие моменты во вселенной кончаются. Только постоянное повышение цен на лейки не позволяет им исчезнуть совсем. Уху.